Здорово! Вот еду все с тем же осиплым голосом из пригорода, то есть из Подмосковья в Москву, опаздываю клиенту уже на час почти, вот, и мы с ним этот вопрос решили, то есть чем хочу поделиться, парни, я сейчас сам усиленно занялся после Сатори, усиленно занялся работой над собой, то есть после Сатори из меня повылезли какие-то детские тараканы, детские состояния, которые, детские ситуации, которые давно забыты, да, но которые вообще могут очень сильно влиять на качество жизни, нести все какие-то негативные программы, негативные последствия, да, и то есть влиять на, там, уровень общения с женщинами, на то, могу ли я зарабатывать деньги или нет, ну и на много чего еще они влияют, вот, и собственно говоря, так, Москва, центр, наверное, вот туда, сейчас, ребят, погодите, я тут без навигатора еду, вот, и как бы в чем суть, в последнее время я начал очень сильно активно, усиленно работать над собой, то есть я начал вытаскивать из себя всех своих тараканов, которые долгое время прятались во мне, я просто с ними жил, мирился, и как бы, а на самом деле по факту они никуда не делись, вообще смысл жизни мужчины, я уже об этом много раз говорил, стать на ступень выше, то есть развиваться, развиваться, постоянно развиваться, развиваться по деньгам, там, работать над собой, над своим телом, над своим здоровьем, над своим духовным развитием, психологическим, умственным и так далее, то есть, и вот я занялся таким вот своим духовным развитием, я хочу себя полюбить и принять окончательно, потому что у меня всю жизнь была такая проблема, что я себя недолюбливал всегда, вот, к чему я все это, то есть сейчас вопрос о том, что как вы идете к своим целям, я поставил себе цель окончательно убить себе все свои детские тараканы, тем более, я работаю с людьми, мне нужно самому быть прокачанным и крутым чуваком, чтобы я мог, ну, чтобы я мог помогать людям, давать им качественную какую-то услугу, вот, и, собственно говоря, штука в том, что я сейчас сам вписался к Максу Красочкину на коучинг, Макс сейчас работает с состояниями, то есть это очень глубокая работа, там гораздо глубже, чем какой-то пикап или что-то еще, да, но работа очень полезная, и как бы прикол в следующем, что одним из заданий является неделя, 7 дней подряд ходить на динамические медитации, динамические медитации, для тех, кто не знает, это такой жесткий физкультурный трэш, когда ты в течение часа занимаешься очень жесткой физкультурой, с закрытыми глазами, определенно дышишь и попадаешь в какие-то странные состояния, там я, собственно, и сорвал голос, потому что я орал очень громко, вымещал какие-то эмоции, ну, те, кто далеки от темы, скажут, что я придурок и сектант, то есть, ребята, ну, значит, эта информация не для вас, это видео только для тех, кто адекватно воспринимает то, что я обычно говорю на своих видео. И, соответственно, к чему вопрос? Вчера встретился с девушкой, было свидание первое, девушка очень классная, вот, и, как бы, случился секс, секс в машине, хотя уже девушка сама намекала на то, что поехали к тебе, я готова, вот, и, что было прикольно, что девушка говорит, что, блин, иногда очень круто отключать мозг, видимо, она вчера его отключила, да, и практически не было никакого сопротивления, и, блин, меня это очень порадовало, потому что в такие моменты чувствуешь себя реально крутым чуваком, то есть, который без какого-то уговаривания может соблазнить женщину. О, какая-то прикольная девка, с серьезным лицом. Вот, и смотри, значит, а я каждое утро к восьми хожу на эту динамику, то есть, мне надо в шесть встать, чтобы поехать куда-то, чтобы сделать эту динамику, у меня абсолютно вызывает самые негативные эмоции вставать рано утром, то есть, для меня встать в шесть утра, это полный пиздец, ребята, и каждый раз это нереальное сопротивление. Сегодня получается, что я пришел домой в 3.20 где-то, ну, там, к четырем уснул, потому что был перевозбужден, а в шесть мне уже вставать, и в итоге в шесть часов я проснулся по будильнику, в течение получаса была какая-то нереальная работа в плане уговаривания себя встать, мотивации, что мне это надо, что я поставил цель избавиться от тараканов, больше себя полюбить и принять, и, значит, ради этой цели я должен встать и взять себя за яйца. Но ни хрена, короче, в этот раз не получилось, и я проебал, я не встал, я уснул, проспал до 11. Но, как бы, в чем смысл этого видео, и смысл в том, что я хочу сказать, опять же, о целях. Если для тебя что-то очень важно в жизни, и ты действительно решил как-то ее улучшить, свою жизнь, прийти к какой-то цели, там, избавиться от каких-то вредных привычек, от каких-то проблем психологических, приобрести что-то, не знаю, то ни хрена не сворачивай, мужик с этой дороги, да, поставил себе цель, дал себе слово и ебашешь. Только тогда ты к этому придешь. И к чему я все это, то, что, да, я, получается, потратил сегодня полдня на то, чтобы все-таки сходить на эту медитацию, то есть они проходят только по утрам. Я сел за интернет, начал искать, кто в частном порядке в Москве проводит такие штуки. И нашел, как бы, суть в том, что для того, чтобы туда добраться, надо было выехать в область, это полтора часа дороги даже больше. В пробках я проставил почти два. Не знаю, каким-то чудом я подвинул все свои дела, там что-то успел, но в итоге я съездил там чуть ли не в замытище, в какой-то прикольный коттедж, там очень крутой коттедж. И, как бы, остался в подвальчике, меня туда пустили там за символическую плату и делал эту медитацию один, хотя для одного для меня это вообще сложно. И сейчас вот я еду уже, въехал в Москву, ну, как бы, еду к клиенту с этой медитацией, то есть мне надо продержаться сейчас хотя бы неделю, то есть сегодня был четвертый день, и я это сделал. У меня охрененное чувство удовлетворения собой, что, блядь, я иду к своей цели, я не сворачиваю, я не отмазываюсь, а наоборот, ищу возможности для того, чтобы сделать то, что я запланировал. И это очень крутое ощущение, когда ты вот преодолеваешь свою лень, там преодолеваешь какие-то вымышленные тобой же, как правило, очень часто обстоятельства. К чему я все это говорил? Ребята, не останавливайтесь на пути к своим целям, не сворачивайте, не придумывайте себе даже какие-то вымышленные обстоятельства, только тогда вы их добьетесь. Даже если эта цель не материальная, а какая-то психологическая или духовная цель работы над собой, не сворачивайте, ребята, потому что если вы сдадитесь, будет только хуже. Раз уж вы начали, раз уж вы прошли какую-то часть пути, значит, доделайте это до конца. Тогда будет реально охрененное чувство удовлетворения и радости, и любви к самому себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова